И так, снова здравствуйте, это снова курящий из окна и собак зевает, соответственно, надо все-таки делать что-нибудь более интересное. Эти... эти персонажи меня уже задолбали ругаться тем, что пора что-то делать, а я пытался найти, могу ли я кому-нибудь что-нибудь продать. Мэм, смотри, кого Псина к нам привел. Глупая шавка, хороший песик, он привел меня сюда. Псина, вопрос. Ну, видимо, да. Так это ваша собака? Это не моя собака. Нет. Псина он, что называется, себе на уме. У такого вольного духа не может быть хозяина. Но он выбирает себе друзей и хранит им верность. Теперь он будет тебя сопровождать, я видела. Уже страшно, ладно. Я, кстати, почитал про Псину в помощи в самой же игре. Что-то нигде не могу добиться, какой у нее максимальный вес. Ну, пока скидываю на него вещи. В принципе, вещи не очень полезные мне, если что, так что... Протрачу так и ладно. Жалко, тут написано, у вас крыша поехала. Надо было... У вас крышечка поехала. Наш матушка Мёрфи, с ней надо аккуратнее. Своими глазами? Ну, расскажите. Пожалуйста, расскажите, что вам известно. Только послушайте меня. Введу себя, как выжившая из ума старушка. Все дело в препаратах. Под их действием матушки Мёрфи являются видения. У меня это с детства. Ну ладно. Извините, я издеваюсь, но... Все дело в препаратах, это... Это... Это сильно. Видение... Поразительно. Видение. Что за видение? Я вижу фрагменты того, что было, что будет, и что есть прямо сейчас. То есть... Ну, фрагменты она видит. И прямо сейчас я вижу, как что-то приближается. Идет на весь этот шум и суматоху. И это что-то. Злое. Голодная она сказала, а не злое, блин. Из хэнгри. А, нет, подожди. Хангри, да. Энгри. Энгри бьетс, это злые птицы, точно. Извините. Я просто привык, что злое это ивол. Да. В принципе, правильно. Ну и голодная тоже бы подошло, мне кажется. Ну, попробуем раскрутить старушку. Что такое это? Матушка Мёрфи, расскажите подробнее, пожалуйста. Прости, я больше ничего не знаю. Видения не всегда ясны. Но одно могу сказать тебе точно. Это не рейдер. Не буду перезагружаться и пытаться её раскрутить дальше. Я устала. А у тебя, если не ошибаюсь, есть работа. Ладно. Пристрелим старушку. Не будем. Я не понял, я краду этих людей или нет, потому что есть много полезных вещей. Пупс восприятие, например. Сейчас я сохранюсь на всякий случай. Чтобы распознать слабость, нужно проявить внимательность. Ваш параметр восприятия вырос на один балл. Взять. И здесь ещё был журнальчик. У работничка веселья с робкой читать. Включает в себя голос запись с игрой Атомное командование. Хм. Естественно, она действительно у меня будет, эта игра теперь в пип-бое или нет? Надо посмотреть. Кстати, что-то я посмотрел, не отображаются ачивки в углу экрана, почему-то в этой игре. У меня две ачивки-то есть, но я не видел, как я их получал в игре. Странно, как раз за игру. В игру в самом начале, в убежище. Радио? Нет. Радио, предметы, способности. Хм. А где это самое-то? Как оно называется, то, что я только что подобрал? Во, Атомик команд, веселье с робкой. Читать, выбросить, сортировать нет, ничего такого странного нету. Ну ладно, читать ещё раз попробуем. Ну нет, читать ничего не делает. Сколько оно там стоило? Сорок чего? Сорок баксов или сорок центов? Реально сорок баксов. Какие дорогие журналы у них, однако. Правда, здесь бакс какой-то странный, с одной палочкой сверху вниз. Наверное, это всё-таки их собственные. Атомик команд воспроизвести. А, точно, Атомик команд есть. Чё за игрушка? Старт гейм. А, я забыл, какая-то игра называется в оригинале, но я знаю, что это за игра. А можно в ней выиграть как-нибудь или нет? С мышкой, конечно, у неё намного проще играть, чем на каком-нибудь Комодоре. Чё-то у меня часто, да, блин, еле-еле. А, хм. Every 10 тысяч points, continue. А, сейчас чуть-чуть поиграю в неё. Скорее всего, проиграю я довольно быстро. А у меня здесь есть ограничения на патроны, а? Е-ей-ей-ей-ей-ей. Е-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Да, ограничения на патроны явно есть. Как-то надо аккуратно этим делаться. Я даже не знаю, у меня здесь можно долго играть. Люк-4, левел-3. Но, в принципе, я уверен, что есть как в Тетрисе. Сейчас очень быстро наступит полный кирдык. Да, уже уничтожили. Да, а самолёт я могу сбивать, а? Нет, самолёт не могу сбивать, а жалко. А было бы хорошо. Так, ай. Надо плохо, что. И промоткой нажатия на курок на одно и то же. Эй-эй, самолёт, чё ты так низко, а? Ты совсем обор... О, самолёт можно сбивать, прикольно. Скоро-2. Ладно, если что, промотайте. Я сейчас чуть поиграю всё-таки в эту игру. Меня прикалывает. Очень даже прикалывает, но игра будет длинная. Не, ладно, потом поиграю, не хочу сейчас. Важно, я хочу, но нам же надо идти за силовой бронёй. Ладно, пока что выход отсюда. Cute game. Yes. 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 В игру можно играть на мышку, нажать на кнопочку. Нельзя на мышку. Только на Enter. Спасибо, разработчики. Привет, зайка. По всприятиям. Ладно, я так понимаю, что всё, что я брал, я уже брал полностью. Мне это никак не помешает. Наверное, в этой комнате я... Крышки я у них пру или нет? В заднюю дверь и выходи на крышу. В заднюю дверь и выходи на крышу. Между прочим, мы тут покинуть можем... Да хватит на меня орать, пойду я на крышу. Достали. Я вас ограбить хочу, а вы мне мешаете. В заднюю дверь-то это сюда или нет? О, какой-то мужик. Угу. А, ну да, сюда. Я сейчас записываю это всё. У меня вообще-то большие проблемы с тем, что я играю. Мне интересно, но я забываю, записываю я или нет. Ещё мне интересно, я сейчас возьму силовую броню, а стоит ли мне её использовать или попытаться всех замочить просто так? С другой стороны, я потрачу чёртову уйму патронов на это всё дело. Серебряный чудо клей. Кстати, пока загружался, мне сказали, что клей нужен почти везде, но его очень сложно найти, поэтому я его подбираю. Голозапись Майкла Дейли. Произвести. Дай сразу воспроизведём. Посмотрим, что он мне говорит. Наверное, это инструкция. Личный дневник. Штаб-сержант армии сержал. Майкл Дейли. Пошлый суббот в 23 октября по пути в Уэст. Стокбридж. Наш винтокрыл врезался в вышку этого музея. Причина — электромагнитный импульс после ядерного взрыва. На самом деле, несколько взрывов. Судя по собранным мной данным, это было глобальное событие. Второй пилот погиб при столкновении. Пилот умер от ран на следующий день. На следующий день после этого, Флаерти и Канаву застрелили какие-то напуганные и отчавшиеся выжившие. Затем сбежал Прознански. Я с тех пор чё-то там... Бляха-муха. Чё ж вы такие наглые-то, а? Теперь мой черёд идти в самоволку, если... Конечно, этот терминал ещё применим, но ещё применим. Я отправляюсь в Бостон пешком. Выясню, выжила ли моя сестра. У неё квартира на Бойлстон-стрит. Боже, храни Америку, или то, что от неё осталось. Угу. Силовую броню ещё по частям можно одевать. Прикольно. Но мне её всё равно надо спереть. Потом сначала подробнее. Мои предметы, ядерный блок. Не понял. Что значит подробнее? Ладно, войти. Угу. Напоминает это мне, как фильм-экзистенция. Почему-то, не знаю, мне многое напоминает. Фильм-экзистенция. Ладно, я всунул броню. Всё-таки почему-то по частям он не захотел в неё входить. Он вошёл в неё целиком. Силовая броня снижает получаемые уроны. Полностью предотвращает повреждения при падении. Собака, я могу на плечо посадить, а? Ладно, сейчас мы поиграем в терминатора. Терминатор, хит-уэйв. Кто помнит эту рекламу. Активировать. Взять минигана. Как мне им пользоваться, а? Здорово. Почему у меня ручки и ножки красные? Может, я их чинить как-нибудь могу? Ммм, помощь разная. Ммм. Предметы. Ладно, неважно. Канистра. Уж не знаю, зачем мне нужна канистра. Слишком изолента. Я уверен просто, что сейчас я буду быстро бегать. И вот... Очень много потеряю. Кого я вижу здесь? У меня что за задача-то в этом задании? Я что-то протерялся. Разное. Предметы. Карда, блин. Информация. Зов свободы. Зачистить конкорд. Хорошая задача. Мне нравится. Сейчас займусь. Не буду лишать себя чувства... Чувства полной беззащитности. Не буду пытаться делать все это так, как мне круто. Правда, конечно... Ну вот реально. Что-то с минигана их вачить очень... Очень неудобно, я бы сказал. Разброс дикий. Трупы вообще не найти. Типа, что-то прицел теряется, когда я прицеливаюсь из минигана. Мне кажется, я это реально сделал бы круче без силовой брони. Ага. Блин. Чувствую, трупов здесь будет дофига и больше. Надо же мне все это продавать. Где коготь смерти? Коготь смерти, блин. А можно прицелиться? Ладно, левая рука, тело, хвост. Хвост, левая нога. А, не убежишь от меня. Давай по левой ноге тебе палить. Да, я вижу, мне миниган понадобится скорее для когтя смерти. Может подождать, пока он всех завалит, а потом уже его валить, а? Я думаю, это было бы вполне логично. Ну, давай по башке тебе. По башке. Что очков здорово... Очков действия, вернее, у меня очень мало. Я летать-то могу, кстати? По-моему, я мог летать в силовой броне. Но вот почему-то пока что не могу. И где вообще мое здоровье показывается? А, HP. Вижу, вижу, вижу. Убегаем отсюда. Да-да-да-да-да-да-да. Как от тебя спастись? Эй, где подсказка, как от тебя спастись? Эй, ты умеешь входить в здание? А, ты умеешь входить в здание? Как с тобой плохо-то, а? Ладно. Нет, ты не умеешь входить в здание. Что-то у меня нога и рука уже покоцаны совсем. Коготь смерти потерялся. Коготь смерти, я тебя завалил почти целиком. Я хочу от тебя трофеев. Вот. Голова, голова, голова есть. Еще-то как-то очень слабо. Коготь смерти валится. Может, даже имеет смысл принять чего-нибудь на грудь. Я не понимаю, что надо делать, когда он меня вот так вот берет. Абсолютно не понимаю. Ладно, давай тебя просто валить без перерыва. У меня еще перед этим, как и вам. Напас здоровья на исходе. Примите стимулятор, съешь что-нибудь выпить. Ладно, ладно. Приняли стимулятор. А, кстати, стимуляторы в броне вводятся прямо внутривенно и не отвлекают от боя. Это довольно приятно. Это меня радует. А вот то, что я все это делаю, вообще в полной ночи. Я не вижу, что происходит вокруг. Это мне не нравится. Ты, это ты, это ты. Лапа, когтя смерти. Что-то я мало подобрал. А, удерживайте тап, чтобы открыть диаграмму способностей. Харизма, интеллект, ловкость. Что мне брать-то надо, чтобы открывать все, что мне надо? Чтобы взламывать. Сейчас-то почитаю, секунду. О, ё-моё. Как-то я вовремя обнаружил то, что здесь очень много всего другого. Ну, в принципе, это есть ограничения по уровням хотя бы. Так что пока что я всего этого брать не могу. Но вот теперь я это буду изучать куда подробнее, конечно. Не очень очевидно сделано. Я понял, что это можно мотать только потому, что есть левел 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. И стало интересно, что же дальше-то будет. А дальше да, дальше будет. Нет, ещё меня смущает, что левел 10. Но я надеюсь, 10-е это не максимальный уровень в этой игре. А будет намного больше. Их сейчас буду изучать ещё. Может, и найду что-нибудь полезное. Да, вот я вроде нашёл то, что хотел. Взломщик. Вы сможете взламывать средние замки. Я думаю, без этого никуда. Поэтому принимаем данный выбор. Вот интересно. Более такие, более сложные замки ещё тоже здесь искать? Или это ещё где-то ещё? Ну, без разницы. Ладно, пока что хватит. Таб закрыть. Сохранюсь в отдельное сохранение. И пойду смотреть, что у меня есть. У меня вообще всё поломанное какое-то. Может, мне не надо всё-таки миниган-то брать? Я думаю, мне вполне хватит другого оружия. Или в этой броне я могу пользоваться только миниганом? Не могу пользоваться обычным другим оружием. Я думаю, мне вполне его теперь хватит, чтобы расправиться с остатками рейдеров. К минигану патроны я всё-таки по... Постерегу. Поставлю. Может мне, в принципе, эту броню снять? Как я вообще выгляжу в ней? Ноги у меня... Ага, у меня рука сломана и нога сломана, да? Ааа, плохо. Ну ладно. Не подсвечиваются, а они... Это мешает мне. Чё-то фиговато. Я попадаю по ним, думал, буду намного лучше. Но научило меня контрать тем, что не надо стрелять большими очередями. Надо стрелять по очереди. Крышка, патрон. Да блин. Всё берём, короче. Надо найти город какой-нибудь богатый, куда можно всё сваливать. А то это же полный кирдык. Невозможно. Ого. Хорошо. Разлагает наши трупы. Остаются полезные вещи. Но вот была бы у собака функция подбирать заранее все предметы, было бы намного лучше. Мм. Я могу чинить свои части тела в процессе или нет? Спешл состояние. Спешл способность предметы. Ммм. Инфо. Карта радио. Да блин, предметы. Катировать, читать. Таблицы способностей. Одежда. Левая нога. Выс... Чё значит выбрать урон С? С. А. Понятно. Отображается разный урон. Таблицы способностей. Осмотреть, выбросить. Нет, наверное, чинить я это смогу только... Только на каких-то верстаках. На каких-то верстаках. Ну, не важно. Что-то я, к сожалению, потерял здесь. Всё ли здесь зачищено или нет. Ну, пока что на карте у меня никто лишний не отображается. Ладно, мне всё-таки надо вернуться к моим товарищам. И они меня поблагодарят и скажут, что... А, силовой брони почти разряжен. Нет, давайте тогда снимать. Ой-ё-ё-ё. Это мне снова надо искать всё, что я на себя надевал до этого. Тоже надо в избранное. А избранное хотя бы разное на одежду и всё остальное. Да нет, блин. Избранное на всё одинаковое. Придятина. Может, можно как-то комплекты одежды разные делать? Ладно, сейчас потрачу время за кадром. переоденусь а нет слава богу я оказался неправ и видимо все-таки эта одежда одевается поверх моей другой одежды но в принципе это логично броня одевается поверх одежды у вас слишком много вещей эй не понял почему я голенький такой только что смотрел что у меня все одета было вы не можете использовать силовой броня да снял я твою силовую броню или здесь какая-нибудь специальная кнопка снять силовую броню просто реально я все снял но силовая броня по-прежнему на мне как ее так ладно пойдем пойдем в помощь и силовая броня я не понял я вроде все снял но она не хочет хочу при вас почитать силовая броням силовую броню можно найти в разных уголках содружества исправлен исправная силовая броня значительно уменьшает носимую вам роман однако отлично от обычной брони элемент силовой брони могут получать повреждение снижает общий уровень защиты сила броня в комбо состоянии она не находилась повышает урон от ваших рукопашных атак увеличивает максимально допустимую нагрузку предотвращает урон от падения а если на вас также надет шлем позволяет дольше нравится под водой чтобы вылезти из силовой брони удерживайте е удерживайте е на дальше пока что читать не буду можно вытащить старый генерал а ладно неважно удерживаем ем и в чем я теперь окажусь мне нельзя носить с собой чем шлем почему-то я видимо унес с собой на мне бы его дотащить на самом деле до своего дома но у меня сейчас закончится ядерный блок эти мы сопрем я хотел спереть ядерный блок и уж можно вытаскивать назад или если всунул то все не выйти ем подробнее наверное я вот что значит подробнее еще раз ссылая броня взять ядерный блок все мои предметы что значит сохранить а то есть оно левая рука ничего не весит правая нога ничего не весит это весит дофига ладно в общем я смогу это утащить мои предметы сохранить взять все а взять все вы запутали вы меня ладно неважно пойдем пока что сдавать квесты еще я отдам опять псине за кадром да псина чё ты бежишь от меня и сюда не я не понял принципа действия силовой брони вот она осталась стоять на полу одновременно это мои предметы и она у меня в инвентаре и она мне еще это понимаю загружает вес ничего не понимаю честно в апсине отдать силовую броню все это было бы очень нелогично а псина слишком тяжелый груз понятно все таки есть ограничения по весу у псины ладно тогда заберем обратно видимо придется тащить это все с собой странно мне казалось что нет ограничения на псину а значит сейчас придется все это куда-то отдавать и что-то с ним делать мне это еще очень не нравится что же делать со всем этим но попробую доковылять до товарищей которые мне должны сделать что нибудь хорошее что-то у меня два обозначенных точки на карте что бы это значило наверное это какое-нибудь мое дополнительное задание или чё я все-таки не зачистил что ли доложить престону ну да доложить престону а ну да естественно показывается видимо мой дом ну вот загрузка престон престон у нас проблемы у нас очень тяжелая силовая броня все хорошо престон не поднимай бучу интересно на меня прямо сейчас эти нападут или нет я рад что ты на нашей стороне ну я думаю это взаимно взаимно престон друзья не на вес золота особенно в содружестве слушай когда мы впервые встретились помнишь свой вопрос про минитменов я тебе вот что скажу мы друзей в беде не бросаем так что вот держи это тебе за труды спасибо ядерная батарея 50 крышка 100 ну теперь я тем более очень тяжелый и не смогу ничего делать а да я скажу не ради денег это было не ради денег прости я уже привык что все вокруг думают только о себе ты напоминаешь мне моих друзей других минитменов тех что отдали жизнь за великую идею пойдем с нами в санкчуаре нам бы не помешала твоя помощь ну реально интеллект ноль делать чё как гопота блин из подворотни слушай ты делать чё может быть ну да и делать чё что мне нужно будет делать тебе нужно сохранить мужество держаться потому что твой путь куда длиннее я все видела я разделяю твою боль макс бэйн ну чё снова раскрутим ее пожалуйста расскажите мне нужно знать у тебя мало времени мало надежды но еще не все потеряно я чувствую энергию твоего сына он жив she's alive извините слава богу я слушаю где шон где мой сын где шон ох хотела бы я знать правда но я не вижу твоего сына я только чувствую его жизненную силу его энергию он ждет тебя и мне даже не нужны видения что подсказать себе откуда начать поиски великий зеленый самоцвет содружества даймонд сити самое большое поселение в округе новый квест что там в этом даймонд сити шон там послушай я устала может потом принесешь мне препаратов и видения нарисуют более ясную картину нет матушка мерфи мы уже это обсуждали это химия она вас убьет цицпрестон все мы когда нибудь умрем видения нам нужны и нашему новому другу тоже старые а теперь пойдемте нас ждет санкчуари ладно ребята теперь мы можем продолжить путь мы отправимся в то место о котором говорит матушка мерфи в санкчуаре до него уже недалеко известно ты имеешь ввиду оно явилось ей в видении когда она обдолбалась и теперь ты хочешь чтоб мы опять бросились сломя голову в неизведанные края только потому что матушка мерфи так сказала спокойно спокойно давай все успокоимся мы должны держаться друг друга надо мерфи можешь предложить что-нибудь получше есть у кого идея ну что ж значит и он санкчуарем будем надеяться его не зря так назвали а санкчуаре как переводится то а я не понял я должен с ними идти или чем у меня как-то мягко говоря предметов-то многовато но вроде они тоже не сильно бегают скорее ходят пешком у меня есть в задании следовать с ними или чем зов свободы а проводить гарри в санкчуаре проводить с престоном гарви а гарви не получится в рифму жалко мы сейчас сохранимся и посмотрим где хотя бы на карте то находится это санкчуаре ферма конкорд спутниковая станция а ну санкчуаре то вообще недалеко фиге ли его провожать я думаю получится даже пешком почему бы нет кто мне опять мешает выйти в эту дверь а матушка блин выходим понятно пропустим всех идите все ты дзюнь лон открывай быстрее дверь у меня все бести уже ну теперь ка все вышли я смогу отсюда выйти ну наконец то может они там кстати обоснуют поселением и по прежнему эта броня со мной но она здесь не забывайте какую цену нам пришлось заплатить выдвигаемся я иду первым держитесь рядом мы за тобой босс я не понимаю у меня сопрут эту броню или нет или она моя ладно пускай стоит здесь пока что я не понимаю чё и как пойдем к сожалению пешком потому что у меня много предметов и мне не хочется с ними расставаться я хочу их продать но в сущности конечно это очень скучно я даже не знаю что делать но будем надеяться что у нас кто-нибудь атакует показано сколько шагов до до санкчуаря у меня почему то а ну да 0.3 шага это у меня до моего товарища заодно можно к пути трупа опускать немножко не опускать а обыскать немножко интересно просто если б я побежал то он бы тоже побежал или все равно нам с ним идти и идти псина что-то нашел чё-то нашел псина реально чё-то нашел а только что видел чё-то а а уже не вижу где ты а теперь я и псину а вон он да а ну типа он нашел не обысканные мною трупы я уже полностью загружен так что берем без разбора все я уже за кадром посмотрю чё у меня лишнее а чё нормальное ты который первый идет ты где чё то эй где он уже потерялся так они побежали да мне тоже за ней все таки надо бежать что ли эй эй псина иди сюда последняя попытка отдать псине чё-нибудь нести миллиметровый пистолет или все таки выкидывать но не хочу я а кстати быстрое перемещение это отключено когда когда я перегружен да или все таки нет переместиться в выбранную точку да у нас слишком много вещей быстрое перемещение выключено чё то он шел шел нормально а теперь половина из них вообще там осталось половина убежала куда-то вперед главный мужик вообще потерялся ничего не понимаю я думаю что мне все таки надо бежать чё мне одеть силовую броню что ли я на ней вытяну на этот путь но с другой стороны у меня очень 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 маленький запас кстати а зажать е то нет зажать е ничем не помогает мне здесь но вот если их там убьют по дороге пока я иду мирно и тихо что-нибудь произойдет или нет короче я сейчас просто убыстру свое передвижение дотуда и посмотрим чё к чему я реально жадный мне мне обидно все это терять ну вот как то я по прежнему не понимаю на каких условиях действует мое место где я обитаю вот это заправка заправка которую мне предлагают обустраивать могут меня здесь ограбить или нет вещи из сундука у меня здесь возьмут или нет поэтому пока что я все таки рискну и все тяжелое переложу сюда мне осталось чуть-чуть свободного места ай выйти пускай лежит пока что будем надеяться что не сопрут обустраивать обустраивать меня по прежнему несколько лень это все и вот теперь я пойду смотреть кроме мере теперь я могу бегать пойду посмотрю что у меня происходит с моими поселенцами дошли ли они до сюда наверно зря я наверно зря я доложил сюда не понимаю что хочу сказать короче вот они вроде дошли эй рад что ты с нами зря мы сразу не послушались матушку Мерфи она выбрала хорошее местечко я думаю здесь можно поселиться сделать это место нашим домом что скажешь мы здесь жили ну да так ты веришь в эти ее видения? я-то сам здесь впервые но как она узнала об этом месте? у нее явно какой-то дар нужно это запомнить действительно как ты узнал об этом месте? тут пара шагов просто посмотри как раз такое место мы и искали да мне нравилось здесь жить еще до войны в каком смысле до войны? ты хочешь сказать? ну давайте будем с ним честным я думаю он будет мэр нашего города родного мы с семьей здесь жили больше двухсот лет назад потом меня заморозили все эти годы мне пришлось провести в холодильнике черт! значит ты прямо как довоенный гуль заморозили значит? а что-нибудь кто-нибудь еще с тобой был? ну и вот маленький ребенок мой сын какая разница? неуверенно? вообще не представляю что такое ну давайте будем честными опять мой сын кто-то похитил его а потом меня опять заморозили теперь я его ищу черт! мне жаль это слушать надеюсь ты его найдешь если нужна будет моя помощь только скажи в общем я рад что ты здесь и если ты не против я бы хотел попросить еще об одной услуге одному поселению требуется помощь они до сих пор надеются что в этих краях еще остались минитмены если мы хотим возродить минитменов нужно доказать людям что они могут на нас рассчитывать чест нужды беда в том что у меня и здесь дело не в проворот можешь им помочь? что-то он в конце концов сказал что-то про сурумана какого рода помощь? нет да ну давай какого рода помощь о какого рода помощи идет речь? вроде как обычно но нужно разобраться с рейдерами подробности узнаешь от них ну да да я мессия я еще пришел в ваш мир и вам теперь будет полная красота я с радостью помогу превосходно минитменам нужно больше таких людей как ты кстати если захочешь нам помочь поговори со Струджесом уверен он тебе не откажет хорошее напоминание так ну понятно они здесь обустроились как у меня теперь на карте обозначено это все стоянка грузовиков санкчуариум пять жителей радость двадцать процентов у меня ноль жителей но мне в принципе жителей не надо у меня появилось новое задание я даже не знаю что делать в следующей серии попытаться обустроить все же место жительства все-таки чтобы было повеселее обитать здесь или как я в принципе более-менее разберусь наверняка как здесь все строить как сносить и делать ой кнопка как страшно то а что она делает а закрывает дверь хорошо в принципе я думаю это даже у меня полезнее во никому не отдам то что я сюда положил оно еще здесь да оно еще здесь не понимаю систему взаимодействия с силовой броней почему она осталась там но она здесь короче неважно это был курящий из окна смотрите подписывайтесь до свидания пока будет что-нибудь интересное не хочется идти по сюжету на самом деле но мне бы сейчас найти хорошее место где мне загнать все что я насобирал или наоборот поразбирать все это и что-нибудь построить не знаю разберемся пока